Очаровательная женщина, талантливая актриса и многодетная мама Мария Порошина, которая вот уже несколько лет окружена тайной рождения пятого ребенка. Возможно, в скором времени звезда сериала «Всегда говори всегда» слепой и дневной дозор захочет озвучить имя отца ее долгожданного сына и, наконец, удовлетворит любопытство поклонников. Если коротко по биографии, то родилась актриса 1 ноября 1973 года в творческой семье. Ее отец был артистом хореографического ансамбля «Березка». Впоследствии и Мария танцевала в прославленном коллективе. Ну а мама была профессиональной певицей. Также она являлась режиссером мимического ансамбля «Большого театра» и драматической труппы «Блуждающие звезды». Сохранить отношения родители не смогли. Через время у Маши появился отчим Дмитрий Назаров. Актер снимался в сериале «Кухня». Он прекрасно относился к падчерице и всегда помогал ей в трудную минуту. С самого детства Мария мечтала стать балериной, но осуществить задуманное ей не удалось. В 16 лет она приняла участие в конкурсе красоты и смогла дойти до финала. Параллельно с этим она готовилась поступать в школу-студии МХАТ. А когда прошла все туры, модельный бизнес ее больше не интересовал. Она училась в мастерской Олега Табакова. Правда, по каким-то причинам наставник посчитал ее профнепригодной. Из-за этого ее отчислили. Но уже в 93 году Мария поступила в Табакинская театральная, которая с успехом окончила. Что касается личной жизни, то ее серьезные отношения впервые случились с Гошей Куценко. Она познакомилась с ним в школе-студии МХАТ. Молодые люди сначала дружили, а потом поняли, что любят друг друга и хотят быть вместе. Со свадьбой влюбленные решили не торопиться, а деньги, подаренные друзьями, потратили на путешествие. Обучаясь на третьем курсе училища, Порошина узнала о беременности. Она очень переживала, что не сможет посещать занятия. Но при поддержке Марины Александровны, преподавателя, после рождения ребенка Порошина участвовала во всех дипломных постановках. В творческой жизни Марии все было понятно, а вот в личной нет. Всему виной стало признание Гоши об измене. Простить мужа Мария не смогла и сказала, что с этой минуты их пути расходятся. На тот момент маленькой дочери Полине исполнилось всего три месяца. Куценко пытался помириться с женой, но она была неумолима. В одной из передач актриса призналась, что ей не нужно было тогда принимать поспешных решений. Она по-настоящему любила Гошу и без него жизнь казалась ей бессмысленной. Упрямый характер и обида не позволили все начать сначала, хотя именно этого она больше всего хотела. Спустя некоторое время все улеглось и, понимая, что дочь нуждается в папе и маме, актеры проводили выходные дни вместе. Впоследствии у каждого появилась вторая половинка, но бывшие супруги решили дружить с семьями. Кроме этого, они вместе участвовали в спектаклях и снимались в кино. В 27 лет Мария была уверена, что никто ее не полюбит и не позовет замуж. Кому нужна тетка с ребенком? И все же любовь ее настигла и подарила 17 лет счастья. Избранником актрисы стал Илья Древнов. С ним Порошина познакомилась совершенно случайно в буфете Ленкома. Пара расписалась и в этом браке у них родилось трое дочерей. К сожалению, и этот брак Порошиной распался. О причинах развода Илья и Мария не распространяются. Хотя сама актриса говорит, что они просто не выдержали испытания, так как часто стали ссориться. Они расстались, когда Порошина была опять беременна. В январе 2019 года на свет появился ее сын Андрей. В свидетельстве Мария указала имя отца Илья Древнов. Однако через некоторое время состоялось судебное заседание, где бывший муж доказал, что не является биологическим отцом ребенка. С тех пор прошло два года, но Порошина по-прежнему держит в строжайшем секрете настоящее имя отца ребенка. Кроме того, она оберегает сына от журналистов и не показывает его фотографии в социальных сетях. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу Марии Порошиной и ее судьбы.